ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как они хотят это все отыграть. Знаю, что у ФНАТИКа эта связка очень хорошо наработана. То есть они идут висп в Хаус Кнайт на мид. Висп делает меда от пулы. Покупает две бутылки и давай летать туда-сюда. Вот надо как-то early game себе обеспечить на вот этот хантер. Попробовать либо другие лейны задоминировать, либо же как-то законтрейт виспо с Хаус Кнайтом. Там, собственно, саму всю комбо эту. Но идет резервное время. Этернал Энни задумался. Берет ландроида. Берет андайга. ФНАТИК. Надо брать саппорт. Например, Шадоу Демн, ну и... Хаус Кнайта, собственно. Флайп пока что думает. Можно взять помимо саппорта кого-то на соло, но... Торопиться с этим не стоит. То есть... Кипер оф зла, это непобально, действительно. Взяли его вместо Шадоу Демна и Хаус Кнайта. Все вполне ожидаемо. С их стороны, но вот этот хантер, давайте смотреть. Лондроид, похоже, что будет на первой позиции. То есть его будет хранять в трилейне, можно взять сейчас. Сильную саппорту. Вот Шадоу Демна не взяли. Знаете, нет, берут Гирокоптера. Совсем я забыл, что это. Но вот Айдхантер. Акки. Просто... И революционно вот привнес он. Саппорт Гирокоптера, который просто максит Рокет Бараш и летает, убивает людей. То есть плюс один саппорт какой-то со станом, и все у них хорошо уже. Летит ракета, станет персонажем, и потом догоняет, просто убивают. Достаточно все у них занято, получается. Пошли баны. Смотрит Фнатик. Надо банить одного саппорта и одного персонажа, который может пойти нами. То есть сейчас понятно будет Рубик, Шадоу Демн, и кто там... Ну, допустим, Кейнов Пейн, который сможет убегать от них хорошо. Время банит на Утайдхантер. Саппорт есть, есть Хаос Кнайт. Понимает, что два соло будет. Надо банить героев Трикс, героев Ханни. Ханни в последнее время... Не то, что в последнее время. Любит играть на Шадоу Финди, на ком еще любит играть. Трикси, в общем-то, без разницы, на ком там отыгрывать. Ему набирают от Виндранера до Наги. Кого угодно. Банит Баунти Хантера. Здесь, ну, либо Квин оф Пейн, либо Шадоу Демн, но, в общем-то, все достаточно понятно. Флайт для приличия задумался. Банит Квин оф Пейн. Ну, здесь продолжают. Кого еще можно придумать для Трикси? Кто еще из таких противных трилейнеров? Брюммастер Зообальный. Мог пойти на соло Ханни с ним. На легкий лейн. Я думаю, Тайд Хантер вполне понимают. Вот они и на Дреймхаке встречались, знают, как это все играется в Фнатик. То есть они знают, что Панда пошел бы не на мид, а на легкий лейн. Ну, тоже достаточно проблемно. Так, ну и здесь остался Шадоу Демн, либо кто-то еще такой. Кого мог взять на вот этот Хантер? Кого еще на мид мог взять? Можно, конечно, Ланаю забанить, оставить Шадоу Демона, рискнуть, но не так это интересно. Флай пока в раздумьях, но вот осталось ему 10 секунд. Да, но вот этот Хантер брали Тайды, то есть это не такое уж и правило. Была какая-то прям игра такая, они взяли Тайды и внезапно выиграли. Минут 20 остается Флай. До сих пор не решится. Так, ну и здесь последним баном, не удивлюсь, если какого-нибудь Шадоу Финда забанят. Ханни на нем весьма успешно отыграл. Напомню, это Баст оф Три, то есть сейчас мы будем смотреть, кто первый до двух побед играет, и после этого будем смотреть, если доступны реплеи, я проверю в паузе между этими играми. Доступны ли реплеи EG против Team Liquid? Сейчас вот они играют вторую игру. Будет достаточно интересно. То есть здесь у нас еще контент, где-то часа на 2-3 точно. Я думаю, даже на 3 с плюсом. 40 секунд. Долго думал, в итоге забанен Фейслис Войда. Такое интересное решение, то есть думали, что медведь падет в солны, но как-то странное такое. Ну ладно, неважно. Брудмазер. Хм. Тоже такой достаточно странный бан, не самый частый гость программы, скажем так. Пошли пики. Надо брать кого-то на легкий лейн. Кого здесь можно взять? Для 3х можно кого-то взять. Например, Виндранер, и там дальше смотреть, что возьмут новый Тайдхантер. То есть какого-то оффлеймера. Можно, конечно, взять Джанглера и Энигму, но это уже не так интересно. Ну и пошел резерв. Берут Лайфстилера. Вот нежданчик, но пик хороший. То есть он на сложный. Вполне отстоит, может даже и на легкую поставит. Не знаю, как. Как пойдет. С Киперов с Лайтом вдвоем. Они вполне могут и поубивать, кто к ним придет. Пофармит неплохо. Ну и будет план Б на случай, если выяснится, что Хаос Кнайс весь, по-моему, не вытягивает игру. Просто придет Лайстилер, начнет поедать медведей. Закусывать самолетами. Будет достаточно забавно. Время пикного Тайдхантера. Видят они такую вот заявку и думают, как это обойти. То есть либо им усиливать early mid-game, либо пытаться тоже брать бэк-аут план такой на случай, если все пойдет не так и перейдет игра в late-game. Можно попробовать сделать боевую, то есть добрать еще кого-то, например, в луну. Ту же самую. Поставить друиды соло этими парнями, андангом, гирокоптером плюс один, пойти попробовать повоевать против киперузлайта, против ластилера. Не знаю, это выглядит весьма сомнительно. Получится ли это. 20 секунд остается. 10 секунд берут Свена. Хм. Так, как это будет происходить? Свен. Свен гирокоптер, трилейн, слон друид. Ладно, сейчас будет понятно. Если кого-то надо добрать фнатиком, кого надо добрать, какого-то скорее всего соло персонажа, то есть это это фуреон, это виндранер, либо какой-то даже джанглер. Насчет джанглера я не так уверен, конечно. Но осталось им совсем немного. Посмотрим, как они по приоритету фармают и распределяют. То есть понятно, что лон друид будет стоять соло, там пытаться ковырять скрипов, и как это у него получится, будем смотреть. Однако же, как трилейн соберется, то есть можно поставить, сохранить лон друида, гирокоптера со Свеном, двух ромеров таких, чтобы они потом ромеры убивали всех, по-моему, это вполне делается. То есть у Свена поинт энд кликстан, берут тинкера. Хм. интересная заявочка. Посмотрим, как расставят. Outworld Devourer. Переименовали, напомню, Outworld Destroyer. Outworld Devourer. Чтобы не было конфликтов с Близзардами из-за патентов. Разбирает героев лодом на гирокоптере, то есть лода будет первой по фарму. Будет у них такой трилейн, похоже, что боевой. Хотя, непонятно. Ладно. Outworld Devourer, судя по всему, заставит его искать тинкера. Один на один они будут стоять. Вот так в Тхане скорее всего пойдет легкий лейн на Тейл, Флай, Эра. Трилейны могут по типу воевать с Медведем, либо против гирокоптера Свена Андаенга. То есть это трилейн, эти два персонажа соло. Достаточно занятный пик. Посмотрим, и скаут рилейн будет делать лайфстилер как-то поприятнее будет смотреться трилейн, учитывая, что у него и замедление сильное, и дамажит сильно. Эри же надо будет немного уровнем получить, хотя бы третий, пятый. Ладно, смотрим. Страна Рейдинг, Фнайс Крси на Тейл, на Веспе, Эра на Хаус Кнайсе, Флай, Кипер Офзлайт, Хани на Тинкере, Триксе, на лайфстилере. Здесь же Лода. Поменялся он таки на Свен, то есть я думаю будет на Геррокоптере. Бежит на бот на Свене, Этернал Эйн и Андаинг. С4 от Лоди Ваура. Акин. На самолетике Геррокоптер, ну и Адмирал Бульдог на своем любимом. В Андроиде Панду он купил, вот все хорошо, у него место спирит Берр, такой спирит Панда. Ну и идут на Бот Лэйн, сейчас как бы они здесь не встретились, не схлопнулись, не поумирали. Расходок хватает, то есть Клэрити у всех есть, однако стоит Свену раскастоваться пару раз. Могут возникнуть ману проблемы. С этой же стороны Флай будет ману заливать, если не по кулдауну. Хани. Посмотрим, как его сейчас поставят. Трикси дали. Лайфстилер, то есть по всему поползет он соло воевать с медведем. Эржа. С весь помп похоже, что идут на мид, то есть здесь будет соло Хани, а против него сейчас придет трилейн. Посмотрим, что он будет делать. Медведем не разведывали особо кто где, то есть пока что информации по лейнам нет. Как-то идет свап лейнов, то есть идет трилейн наверх, они понимают, что лоди лучше дать пофармить, не воевать там против соло тинкера, ну в общем-то бессмысленные траты временно лучше саппортом поделать от пола и получить немного опыта вот этим ребятам. Глядишь, убьют они там 3х, Пытается он отводить, понимает, что на нем невидимость. Выходит из невидимости, повел себе крипов под вышку. Ох, как бы сейчас не подловили, но нечем. Рокет бараш вкачан у гирокоптера, есть дикей, дизейбов нет. И уже топ-тауэр, поедают крипа, немного надо отводить. Приходит Свен, ну сейчас они будут потихонечку фармить Ханни. Вполне рад, что у него здесь свободный лейн. Адмирал Бульдог, вот он своей пандой заманивает крипов в лес. Вроде бы отвозит. Ну и Флайди сделает двойное от пула. С4. Против Эра, монопул, он им понижает уже два стака интелленджен стила. То есть он кидает его в астрал постоянно, ну и того ворует интеллигент, интеллект. Сейчас 4-3 секунды, он опять его посадит в астрал, получит еще один стак, и у Эра монопулу совсем не останется, даже чтобы станка встануть. Однако сам Алтол Дивауру стоит не забывать, что достаточно сквиша герой, и если хватит такие маны на хаусболт хотя бы, с Висфом вдвоем они его заковыряют вполне успешно. Аки пока фармит здесь на от пулах, все более-менее заняты делом. Трикси понял, что его будут убивать 3-лейном, там, Свену оставляет фрифарм, Свен доволен, Свен на фрифарме, это тоже дело достаточно устрашающе, если разгонится он, учитывая, что хлипам. Ну а первый месяц пока Эра и Хани делают весь подпул, как я и говорил, он сейчас получит достаточно быстро второй-третий уровень, ну и будет у него спирит, и будет достаточно больно ими стреляться. Опять, Астрал получает, Астрал уже второго уровня. Нет, в следующий первый он пока кинул поинт в ауру, повысил себе монопул. Здесь монопул и шанс вернуть себе ман при касте, потому что Астрал был такой. Ну и Энди нашел хейст, бегает просто подглядывать за Эрой, кидает неодекей, вот, к сожалению, аутвол Дивару отошел немножко, можно было даже подавить чуть-чуть. Правда, если бы подавили, то на пароль и на Натейл, и на Натрикс, и могло закончиться плохо, хоть они на пол-хп все, и результат был непредсказуем, поэтому рисковать не стоило. Окей, говорю, Натейл уже второй уровень, сейчас потихонечку третий здесь, попадаю Ханя немного на Адмирал Бульдога, прогнал его, запустили свой марш, марш уже второго уровня, на Адмирал Бульдога. Ну и Панде очень больно ходить по роботам, роботы взрываются, здесь похоже решают запушить, сделали двойного крипа, даже три рейнджовых крипа, и вот так вот удали Warcry всем, прожали Fortify, натик, надеюсь, всех крипов сейчас Рокки баражим, очень быстро заберут, не забирает он Рокки баражим, потому что Лода будет тогда жаловаться, что им фармить не дают, всех крипов забирает Лода, здесь вышка потихонечку начинает проседать, пока никаких убийств не происходит, но я думаю достаточно скоро начнет Outwall Devour, помирает постепенно, два урна уже есть в Хаус Балте, понятное дело, что маны только на один касс, чего-то, то есть либо стан, либо реальти риф, но урона должно хватить, как Троукнинт, здесь урон тоже не фиксированный, от 50 на 225, но вот остается он совсем без мана, 104 у него монопол, теперь с этой же стороны Лода забирает вышку, давайте посмотрим уже, я думаю, Нетворс можно включать, внезапно, Тинкер, первый по Нетворсу, что есть и Тинкер, давайте смотреть, ботинок и почти 1000 золота уже, медведя, тоже все, на удивление неплохо, ботинок есть, есть, колечко скоро появится, Транклбут, здесь С4, принес себе сразу 3 сальвы, 1 выпил, 2 оставил, ворует дальше, продолжает он по кулдану воровать интеллект, ну и теперь Хаус Кнайт совсем глупый, а С4 очень больно дерется, там по 89 с руки бьет, вот так вот это глупый Хаус Кнайт, и можно гонять, пока с него не свалятся эти стаки, он таки не замстит этому Атолу, Дилаврору, непривычно немного так называть, конечно, поменяли совсем недавно, но тем не менее, напомню, еще с каждым уровнем, по-моему, рейнш увеличится, не верю насчет этого, если честно, не написано это в описании скилла, А входит Адмирал Бульдога надо зацеплять Медведем отлично забодиблочил Трикси, чтобы он не дотянулся по наутсам, и уползает Трикси обратно в лес свой Энви ходит кругами вокруг Дилаврору, понимает, что скоро будет приключение у него, отлично успел спрятаться, то есть была анимация реальти рифта, и тут же получил Астрау, приходит зомби, кинул Декей, то есть С4 потратил чуть ли не всю ману, на кастболт, а там уже наверх нельзя зайти совсем никак, вот он 36 крипов, выбился на первое место, потому что принес себе Медас уже, одного крипа он им съел, сейчас начнет он разгоняться по фарму, ну и прилетает сюда, никто не прилетает, отменили телепорт, думал прилететь Трикси, понял, что может не поздороветь там, там Свен достаточно такой злобный, хоть и без ботинка, еще 6 уровень, Трикси, в общем-то, сам тоже, пятого, не спрятаться, не залезть никуда, но и здесь продолжают, наэри стакать, интеллижент стил, совсем он глупый, вернулись ему, сейчас упадет один стак, упадет второй, ну и хватит им ману, вот они подгадали время, стак вроде бы упал, 121 маны, не хватает все равно, а нет, хватает, 210 маны надо, на комбо, стягивает, опять он получает, астрал, ну теперь мана от сил хватает, на стан, 143 маны, зомби воняет на тейл, стягивает с фортыки, зомби ставит томстоун, ну и на этом дело заканчивается, заканчивается вся эта схватка, прилетел курьер, как-то он завис здесь, нелепо, принес себе варды он дайвинг, чтобы видеть, что здесь происходит, ну и пошел смотреть на руну, нет, просто вард поставил руну, была уже, то есть неплохо справляется, вполне эра, так не может ничего он сделать, то есть он раскастовывается, кастует свой реальти рифт, и сразу же попадает, в астрал импризнамент, то есть, пока не разогнались, висп с хаус кнайт, ну то есть надо виспу, как-то шестой теперь на нейтралах набивать, они надеялись на ранние киллы, что раз снова болятся чуть-чуть, хотя бутылки сапоги накупят, и станет все хорошо, вот эра, бутылки до сих пор нет, бутылка вносит висп, медведи так ганкают, и зомби просто ходит от лейна к лейна, и обеспечит безопасность, такой секьюрс, если кто-то набрасывается на его друзей, ставит томстоун, кидает дикейн, и на этом заканчивается, Аки фармит нейтралов потихонечку, зачищает, сейчас появятся новые крипы уже, давайте посмотрим, что есть у Свена, Свен доделал ПТ, восьмая минута, медас ПТ, но бэд, Ханни, похоже, летит к нему, рецепт его, бутылки в тревел, рецепт прилетел, посмотрим, куда он с ним побежит, то есть можно начать ему стакать здесь эншентов, удивлен, что висп это не делает до сих пор, там делает отпуск, поставил второй вард, зачем первый, само собой упадет, но не так уж и скоро, берет в центре вард, прилетает Синкер на катапульты, ну и сейчас поставит здесь марш, я так понял, он планирует этого не запушить, идет марш, маршит весьма больно, прилетает сюда Аки, Ханни прогоняет, чуть стреляет в нее ракет, но Ханни уже не страшно, оп, вот и пропустили метр с бат, замстил Эра, однако прилетел с вены, добрал килл, то есть убили сначала виспа, подавили, не вытерпел Эра, подавил за Тауэр, думаю я здесь с Тенкером что-то буду делать, но никто с ним здесь ничего не мог сделать, гирокоптер уже отпустил в нее ракету, но на это дело закончилось, возвращается висп, плюется в лодом, бьет его спиритами, злое, что отдал на ферстбат, вот так вот, Каус Кнайт, на последнем издыхании, успел кинуть 4 секундный стан, добил он Деваура, ну и сам, получил Штормхаймер от Свена, из-за того, что так задержался, развернулся там, пока кидал свой стан, убили панду, медведи, достаточно долго, полторы минуты он без своей панды, опять скрип какой-то с красным хп, прилетает на него, ханит, он сейчас начнет, он отпуливать, все зла, достался новый Тайдхантер, достаточно неплохо, десятая минута, давайте смотреть, что здесь на боте сейчас будет происходить, пока вроде, небольшой затишь, небольшая пауза, Свен дисконнектнулся, можно посмотреть график, как видно здесь, по экспириенсу, из-за ферстблада, то есть из-за того, что опыт получился, спели с виспа, ну и в общем-то, 1-2 счет, пока ведут, новый Тайдхантер, ну и собственно, пока что и по деньгам, учитывая, что есть Свен с Медасом там, то есть он поедает крипа, он и двойной экспириенс получает, ну и еще 190 золота придачу, ждем, когда вернется здесь лода, лода, между прочим, Огрклаб уже, то есть если здесь зарашен, он сверхбыстрый БКБ, получит очень быстро, он 11 уже, ну и можно будет просто, Аклик Тузовин делать, прижимать все кнопочки, и с Аклика делать, трипл киллы, все это мы прекрасно видели уже, неоднократно, что потенциал такой есть, на Т, вот он, ферстблад отдал, до сих пор даже пятый не получил, вот ему один крип остался, до пятого, вот это делает, Мекку, Баклер уже есть, ну и постепенно сейчас, доберет он их адрес и рецепт, не проблема, Мекка очень нужна этому герою, то есть ему и затанковаться немножко, он достаточно сквиш, ну и для команды очень большая польза, потом можно сделать форстав, чтобы был эскейп, ну и все будет просто прекрасно, ультимейт, ультимейт сильно поможет в файтах, АОЕ, урона много, если что, без мана оставит, если не продамажит, Фнатик, это европейский сквад, Фнатик, как бы у них один сквад остался, североамериканский сквад у них распустился, совсем недавно, можно их называть просто Фнатикой, как бы уже сразу понятно, Ханни, ну Бутсов Трэйл он собрал, однако лететь ему вот куда-то, вот надо лететь на топ, подпушивать здесь Лейн, постепенно может подпушить, придет его там Свен, убьет с друзьями, хотят они очень, это Бот Тауэр, Трикси вроде ползает, у Трикси ПТ есть, пока больше ничего нет, он относительно бедный, как бедный, на третьем месте, понятное дело, в лесу он фармил, там никаких киллов, ни смертей, просто стабильный инкам такой, я выползал, мы пытались они убивать, если кого-то, но не получилось, ну и Медведь, давайте посмотрим на Медведя, 17 скрипов всего, не так много, тубили у него сейчас панду, и он достаточно грустный, у него 74 секунды без панды, прям даже не знаю, 1000 золота тем не менее есть, 1200, ну как-то Лода прям надолго пропал, удивлен, что ничего не пишет, видимо, успел он что-то сказать, с ума другу учит, с ума другу учит, что паузу поставил Аки, лода ребутинг, все, наконец-то, все изволит сказать, что происходит, ну так вот, на 10 минуте, как-то, хорошо Лейн отставил Девауру, прям мне понравилось, что, могли его раньше убить, но, предотвращал, здесь стоял и зомби, его спасал, то есть, единственный момент, когда охватил маны на стан, зомби, прогнал этого Хаос Кнайта, и в итоге, не выдержали нервы, эра, горячий парень, полез по Тауарну, и там, поумирали, надеюсь, лода, достаточно быстро, там ребутняться, пока Стим запустит, пока, Дота прогрузится, время поговорить есть, ну, давайте обсудим, как там на лейтгейм, планы, Свен разгоняется, Хаос Кнайт, пока не работает, но может заработаться, сейчас шестой вис получит, вот очень важно будет, не проморгать, момент, когда вис получает шестой, и всем ходить, осторожно прятаться, если на кого-то начнет налетать, он начнет сноуболиться, то, будет достаточно сложно их остановить, на его фоне, тихонечко расформить Сетрикси, и тоже будет, большой проблемой, два таких плотных персонажа, Тинкера тоже не стоит спускать со счетов, то есть, если, Свен будет влетать, просто, начинается убивать людей, если у него БКБ не будет, ему дадут просто лазеры, 3 секунды, с месами, бегать на марше, напомним, марш дамажа через БКБ, это, будет очень проблемно все, Элон Друид, пока что фарма не так много, но может сейчас переместиться, куда-то сейчас начнет падать, первый Туро, с него внимание куда-то переместится, в другие стороны, если, Висп, с Хаус Кнайтом, его не будут убивать, сможет потихонечку нафармить себе, там, либо Родианс, либо что еще, может быть, с большим подспорьем, в файтах сейчас, но вот, Эдхантер достаточно сильный, то есть, таких вот тимфайтов, я думаю, Фнатик не будет искать, еще где-то минут 10, пока не, не нарисуется здесь, БКБ, хотя бы, или барабаны, я не знаю, пока не появится, Хексу Тинкера, они будут пытаться, убивать, по даму, по двое, опять на пять, лезть, они не хотят, учитывая, что есть, Андайн, который будет спаять Дикэй, будет ставить Тумстоуны противные, в ультимейте ходить замедлять всех, давать Amplify Damage, Герокоптер будет набрасывать кулдауну, вот он уже шестого урна, неплохо постоял на отпулах, то есть, будет бросать кулдаун, будет ракетами бурстить, если его не будет фокусить первым, ну и Девавра, получит он ультимейт второго урна, и Санти Эклипс будет, он использовал уже кулдаун, когда убивал Виспа, который на него подавил, будет неплохо так дамажить, логиниться, персонаж, для Свена сплошной АОЕ, тоже хоть и физическая, ну не столько физическая, есть Штормхаммер, тоже очень больно, 325 урона АОЕ стан, и там если он дособирает свои вещички, то есть там сделает, если он внезапный МОМ такой, Масков Мэднесс, не знаю как, решит он собираться, может выйти боком, что в ключ, то МОМ получит 4 секундный стана, и будет больно, ну здесь зависит все, как бы КБ прожимать, то есть Свен, как кэрри, достаточно устрашающий, если не раскатить, правильно, не законтрить, то есть сейчас задача будет у Фнатиков, вроде сделать вид, что страшно, и налетать по одному, убивать всяких саппортов, ну и в то же время, особо не высовываться, то есть как-то, так себя вести, что вроде бы агрессивно, а вроде бы и не, оверкоммитись, аккуратно играть, подфармливать, собирать основные айтемы, то есть, хекс на тинкере, здесь БКБ, здесь хоть что-нибудь, армлет, плюс какой-то еще слот, и потом уже идти воевать, можно там как-то, посплитпушить, хорошо, учитывая, что есть тинкер, погонять людей по лейнам, но вот Айдхантер, и потом где-нибудь, либо на Тир-2, либо на Рошане, уже устроить первый большой драк, там где все будет уже собранное, уже будет мека, либо у Виспа, либо у Киперовзлайта, ну и все пойдет хорошо, Киперовзлайта, напомню, тоже есть блайн, помимо тинкера, у них два блайна в команде, не самый частый спел, не самый частый дизейбл, тем не менее, очень полезный, особенно учитывая, что есть Медведь, есть Свен, я думаю, придется им делать МКБ, против этого, против Мисс Шанса, терпеливо все ждут, Лода возвращается, ну и сейчас, похоже, будет отжимать, нормально, как раз мы обсудили, то есть скучать особо не пришлось, более-менее понятно, чем сейчас будут заниматься команды, вроде бы готовы, спрашивают, на ТФ готовы или нет, сейчас Лода там, усядет поудобнее, возьмется за мышку, и можно отжимать, отжимает, как-то он не предупредил, не сказал Гоу, но не важно, Трикс улетает от Таура, улетает на топ, я думаю, прилетит сюда тинкер, но не важно, на весь 3D Max у меня уже прогрузился, наверное, сейчас я посмотрю, вот, надо бы посмотреть, пока пауза была, но время не было, так, здесь хотят, видимо, убивать тинкера, убегает, смоки, Свен, аж покраснел, тинкеру надо стан давать, летит стан, летит дикей, ну и убили, Свен получает килл, замечательно подрались, то есть он заранее даже прожал Гоустрейнг, ставит паузу сразу, что-то с хот-геймами, вот видно было, что он бежит-бежит, и не может на стан это нажать, так, я пока кину в стримчат, ссылку на 3D Max, если кому интересно, потом посмотрите, очень интересная была игра, она пока процессится, то есть там может быть не 720p, надо подождать немного, вроде все готовы, отжимает, хороший килл, убили тинкера немножко, себе пространство заработали, сейчас глядишь и допустит, а не ботлейн, разошлись, тем не менее, не стали коммититься, здесь Флай стоит в кустах, уже поджидает, С4, отпулил крипов, взял за пул, то есть похоже, что все-таки сейчас что-то будет, кто-то прилетает, сейчас как бы не получил, Ханя опять возвращает сейчас, получаешь там хаммер, в ответ эллиминейт, летят висп, с Каус Кнайтом, ну и лод проблем ловит он, 2 секунды стана, вот как они об этом не подумали, это просто ошибка тактическая, остались и напоролись на комбо, который сами же и боялись, здесь вернулся на Атейл, Хаус Кнайта кинули в Астрал, поставили Том Стон, но в общем не убьют они его здесь пока никак, просто делают его глупее, на стана есть маны, если что может еще наброситься на кого-нибудь, ну и Трикси в это время здесь подпушивает Топ Тауэр, очень большая ошибка была все же, что пошли пытались запушить, на лоу КП лодобегов просто от ракеты Тинкера поросел, но и напросился сам на такой вот ганг, Натейл не боится никого, ходит, ставит ворды смело, если кого увидит, кто падет в лес, очень хорошие ворды, сейчас тут они очень нужны им, учитывая, что пики своей силы, сейчас Хаус Кнайт с Натейлом 8, 9 уже уровня Хаус Кнайта, и сейчас больнее всего он бьется, Трикси находит Лоду, начинает его поедать, Лоду надо бы улететь, но однако нет у него телепорта, да и стянули бы его уже в любом случае, 3 секунды стана, бьют, Лоду вроде бы достаточно плотно, вылезает, интересно продамажили, прилетел уже Тинкер, добил ракеты, саппортов даже не оказалось рядом, второй раз убивает Лоду, Мега скоро появится, вот вот он перезагрузился, как-то у него прям сбился настрой, я смотрю, до этого играл более-менее неплохо, но сейчас попадается прям, по вардам ходит здесь, ОД, давайте посмотрим, релокайт есть, то есть Висп сейчас прилетит, где там Хаус Кнайт, Хаус Кнайт, на миде, то есть можно сейчас прилететь на Аутолт Дестройер, понятное дело кинтон в астрал, но не думаю, что это его спасет, прилетает Висп на мид, можно как-то обойти, можно как-то по-хитрому подавить, но подвышку уже не хочется помнить, как в первый раз было, Лоди, наделали здесь так, надо отбивать, упущенный прилетает Висп на бот, то есть прилетает на Адмирал Бульдог, ставит его в стан, Панда вроде бы бьет, летит Элиминейт, но и убили, даже никто прийти не успел, то есть пробегать здесь втроем, а делать здесь уже нечего, но действительно начинают постихоньку расноуболиваться, Трикси опять нападает, поедает Тауэр, возвращается сюда, кто здесь прилетает, а, отлетит Тинкер, то есть сейчас они совсем запустят, Тинкер на Тривеллах прилетает, звук ченов, какие-то сплошные паузы в этой игре, флай прожил паузу, флай ботиночек есть, здесь перемещаются люди на мид, видят, что на миде, с Натейлом, спрашивает Рэдди, но говорят, поехали, давай смотреть дальше, похоже, что Тауэр на топе сейчас потеряет, то есть пока что Фортифай, но он уже скоро закончится, ну и на марш, понятное дело, никто не полетит, марш четвертый урн, это очень сильный такой, эрлимит гейм спелл, дает просто бесплатный ТВРА, никто на нем драться не хочет, пока нет ни Мекки, ни Пайп, ничего, пока все весьма худенькие, очень больно, роботы там, дело страшное, вот Адмирал Бульдог, тоже уже умер один раз, есть Голс Оф Хейст у него, Транкл Бут, не знаю, что он делает, может сделать Мидасу, все-таки расформиться, здесь бегут, на ботлейн, надо еще один Тауэр забрать, точнее, не еще один, на топе они забрали, я думаю, на миде заберут, но на миде очень много людей, поэтому перетягиваются на ботлейн, Ханни надо пускать скорее марш, вот он пустил, пока никого нет, пока не отогнали их, ну и второй Тауэр, без каких проблем, вот Визб добрал килл, как килл, килл Тауэра, обходит с другой стороны, но вот этот Хантер, посмотрим, как сейчас подерутся, не успели всех убить, пока не зашли как следует, заходит первым внезапно, атулт-дестройер, ловит стан, летит колдаун, никуда уже, ну и просто разбежались, нашли здесь Натейла, Натейл умер, Трикси набрасывается на Этернлэйн, и поедает зомби, поедает самолет, самолет невкусный, ну и возвращается Визб, а, то есть он успел лететь, я уже думаю, его убили, то есть убили, пока только зомби, убивает теперь атулт, а, он выкакался, понял, атулт-дестройера, Тинкер возвращается в фонтан, на Бутсов Трейл, ну и здесь уже все в рассыпную, понимает, но вот Эдхантер, что, хоть вроде бы АУЕ, много и потенциал для файтов есть, есть колдаун, есть Рокет Бараш, однако из-за того, что, да, Лехаус Кнайта, немного Ростного Боллица, уже, нет, не у Лода БКБ, вот у него только рецепт, не у Адмирала Бульдога, ничего, то есть его убивали по разу, но и теперь достаточно смелые, пока есть марш, пушистовыра, Тинкер очень сильно помогает, как-то я вот, пока обсуждали мы, что, как команда будет себя вести, про марш, я совсем не вспомнил, что смогут они агрессивно им пользоваться, Эра, ловит Сан, ловит Сан, Секлипс, гоняется за ним, самого, нет ни барабана, однако на Лошади, он весьма быстрый, давайте посмотрим здесь, достаточно долго до Варкрая, и Лода всех просто забодиблощил, полностью догонит, приходит на Мид, сейчас будут здесь на Миде, Тауру убивать, прожали Мекку, идет марш, надо выгонять их из региона, а то прямо смелели, Фнатик ходит, чуть ли не как дома, здесь между ТВ-рами, Миралбульдог прожал, именно форм, стал совсем худенький, отбивается, поэтому прожмет обратно, каждый раз, когда ботинок прожимает, он уменьшает свой, пол здоровья, чтобы больше на регене, то есть вот сейчас он на регене до 560, кричит обратно, теперь у него 980 хп, и прилетает на него Висп, посмотрим, спасет ли его то, что он отпил, летит вроде бы колдан, но медведя уже убили, стянули еще и Аки Гирокоптера, Аки вроде бы пока бежит, но достаточно сильный Эрри, настрелял между прочим, Эра получает арбы от С4, С4 в ответ стан 2 секунды, ну и Тинкер дал лазер, будет миссы, ну и зомби ходит, воняет, навонял, убивает Хаус Кнайт, Трикси Инфест убивает ОД, поелый зомби, точнее Ханни добил, Ханни Келлинг Спри уже, и Фнатик файт за файтом, просто удачно дерутся, 9-6 счет, хоть они потеряли весь пассхаус Кнайт, но достаточно важных героев, два ему убили, грызут Тару, им главное сейчас, хоть они, обмен будут по киллам достаточно ровно делать, хоть 2 на 2, хоть 2 на 3, не так важно, как ранние вышки, чем больше вышек будет, тем больше преимуществ, по экспириенсу у них и так все хорошо, вот 5000, теперь и по золоту тоже, Трикси поедает здесь, драконов, армейт есть, Ханни, давайте посмотрим, куда он улетел, Staff of Israel, делает 4 Staff, можно сейчас уже скоро купить будет, полетает на топ, но он теперь так и будет, без остановки летать, он рефрешит своим реарм, кулдауны на Сол Ринге, на Басов Трево, там поражал кулдауны, точнее поражал ультимейты, кулдауны сбросились, можно улетать обратно, ну и по всей карте, по всем юнитам, он так может прилетать, купил Блинк Даггер, Staff of Israel, видимо, пойдет на догон уже, на пару с Мантией, прилетает, в этот раз на Амид уже, но сейчас здесь кинут марш, и эту вышку точно так же без боя сберут, но этот Хантер понимает, что им надо аккуратно как-то пофармить так, чтобы появилось хотя бы у Лоды БКБ, хоть что-то, Лода, похоже, что несет себе на Кангс БКБ, да, вот Мифрил Хаммер, все остальное, сам Лода, давайте посмотрим, 12 уровень, то есть есть 2 уровень, Гад Стрэнгс, если всех как-то дизейблет подостановит, всех в кучку соберутся, то будет очень больно, от его АОЕ под ультимейтом, однако, как видно, этого не происходит, то есть просто из-за того, что нет дизейблев, то здесь зомби замедляет, только он, что, своим Тумстоуном, что, аурой, ракета очень долго разжигается, пока она долетит, в общем-то, можно далеко убежать, есть Астрал, но он делает героя неуязвимым, таргет, здесь тоже не поубивать, единственное, такое релайбл дизейбл, это стан самого Свена, они пошли на Рошана, хотят своровать с Рошаном, пока все идут на Топтер 2, пролетают скорее на мид, Фнатик понимает, они видели Вардом, то есть здесь и Сентри, и Апсервер, все стояло, похоже, сейчас будет драка какая-то, однако, похоже, что не успеет, добирает, Гастренг он потратил на Рошана, и драться они не хотят здесь, а Егис забрали, все просто прекрасно, немножко отбили они и опыта, но сейчас обновится график, попозже посмотрим, обновили немного себе опыта, подняли, немножко денег всей команде, как за вышку считает, Фикси, поедает Варды, такой вот герой, ему лишь бы кого-то укусить, что-то съесть, да, марш универсал дэмэдж, то есть он проходит через магическую неуязвимость, написано дэмэдж магикал, однако, это не совсем так, вот ходят все вместе, у них прям какой-то квадфарминг, кто медасом крепостил, кто арбом добил, зомби, только ботинок, окей, купил брайсер, понимает, что ему придется в самое пекло лезть, чтобы Рокки баражем хорошенько прижарить, Вейра ходит, ищет жертв, Вардом видит, кто как ходит, знает, что здесь трое, хотят они, бежать, судя по всему, попробовать кого-то подцепить, хотели с хайграунда, можно было на Аки залететь, но стоят они, ждут момента, что здесь летит, еще один брайсер, теперь уже для анданга, оба понимают, что в файтах они предельно полезны, и если их бурстанут, то пользы от них будет никакой, Тинкер пытался прилететь его, а нет, его не отогнали, он прилетел, он упрыгал блинком, вот до догона ему, уже хватает денег на догон даже, можно сделать, что-то закупил, но непонятно, что, Трикси, сделал себе Владимир, дополнительно, отхил милишником, аура неплохая, манно реген, бонусный урон, все это просто прекрасно, хаоскнайта поможет и себе тоже, да и в общем-то всем, на пуши, аура тоже неплохая, но сейчас похоже пойдут, они такие под Тир-2, расставляются интерварды здесь, собираются, посмотрим, сможет ли, ну вот Айдхантер в следующем файте что-то противопоставить, вот по дизейблам они действительно не усмотрели лода, похоже, что от отчаяния собрал Москов Мэднес, сейчас будет становиться бешеным и рубить людей лопатой своей широкой саблей, Блэйзов Атак, Адмирал Бульдог здесь, собрал он-таки Мидас, Блэйзов Атак, видимо, будет собирать Фейсбут, как-то, даже не знаю, как это прокомментировать, что-то, ну, он понял, что никаких Родиансов, никаких Мэйстромов, он не видать, у него очень мало фарма, поэтому он собирает небольшие вещи, которые эффективны, то есть, лишь бы быстрее бегал панда, быстрее кусал людей, ну, не то, что быстрее кусал, а больнее кусал, прокнутый Энтангл, уже хорошо, если дотянется, просто прекрасно, Энтангл прокнутый, это минус один в тимфайте, ну, а там, глядишь, и вещи появятся постепенно, вот они пытаются дурить, ходят здесь в смоке, с этой стороны тоже ожидают их в своем лесу, все это прекрасно понимают, пытаются ходить так, чтобы, все-таки внезапность была, Свен прожимает, понимает, что выходит из смока, находит Хейст, начинает бегать, вот как бы сейчас не подловились, поставит он на 4 секунды стан, понял, это отошел, фанда здесь смотрит, кто где, находит Трикси, Канни тоже рядом, понимает, кто где, вот я чуть-то не наступил на марш на робота, понимает, что робота это больно, но здесь опять летит марш, надо с кого-то догнать Трикси, прожмет Рейдж, если полетит на него Штормхаммер, вот Свен ходит, ходит, Трикси залезает на феста в хрипа, надо кусать его, скорее пандой, здесь поджидают, Хаус Кнайд с виспом, Рейдж ТП аут, ну и так, более-менее выгнали из своего леса, то есть Трикси как-то один остался, остальные там разошлись, а нет, призывает его обратно, Флай, то есть не будут знать, но этот Хантер, что здесь и Трикси рядом, здесь все пятеро, надо посмотреть опять Медведев, ну и такая вот напряженная обстановка, что следующий файт обозначит, кто останется в игре, скажем так, а Еггер съездить в Куэрлод, то есть сможет он достаточно сильно поубивать людей, сносится варды, еще один сентри вард нужен, на хайкграунд, убрать вижен, Каня продолжает отпушить все лейны, потихонечку, есть Мека, 1800 вроде бы, ага, дали вижен, курьером, ну и просто, убили вард, то есть теперь, вижен остался только вот от этого варда, не знаю, поставит или не поставит, а он сейчас сам протухнет, нет, гирокоптер, можно было попробовать на него влететь, но рисково достаточно было, тинкер, посмотрим, догон не стал делать, сделать, сделал Еул, то есть, чтобы не убивали его, если файт на него сагрится, поднимает себя на Еуле, на активке, и потом блинк откатится, ну прыгает куда-то, неплохо, если что, может и врага поднять, если за кем-то будут они гнаться, прыгнул на героя, поднял его Еулу, ну и можно зафокусироваться, ну и как-то пока вот, по чуть-чуть понемногу, особо ничего не происходит, скоро респаунится Рошан, не скоро, 4 минуты еще, ну вот Эдхантер поджидают гостей, здесь идут просто иллюзии, окей, побивает их, чтобы вард не снесли, гем на эре, этот вард они все равно убьют, как бы здесь, не убили кого-то из-за этого варда, пока не аккуратненько все делают, трейдинг, как видно по графику, уже за 7000 перевалили, по одному и по другому, то есть они себе могут позволить, что они так вот вальяжно здесь разгуливают, Тинкер пока летает, фармит постепенно, зайдут в лейтгейм, в лейтгейме здесь, но вот Эдхантер, фарма особого нет, разве что лоды, которые 15 урна, если 16 получат, будет больно, действительно больно, когда он прожмет кнопки, придется его раскатить, как-то хорошо прилетает Эра, с Нотейлом, находит Аки Аки бежать, посмотрим дотянутся, или поняли, что дотянутся улетает обратно, отпускает Хаус Кнайта, нет, все-таки притягивается обратно, закончится просто там кулдаун, вернулись, похоже, пошли на Адмирала Бульдога, находит Бульдога, 2 секунды всего стана, похоже, что уйдет, прокит Энтангл на Эре, включил он БКБ, свое 10 секундное, но, медведи, сами не убьют, если сейчас еще Энтангл, отлично, прок Энтангл, заканчивается сейчас БКБ, выбивает Эру, замечательно, просто килл, выбили Гем еще, до кучи, Гем забирает, Obsidian Devourer, можно попробовать пойти на Тир-1, однако, почему-то не рискует, ну, действительно, зачем так наглеть, прям сразу, сделали один килл, прям сразу так идти, хоть могли они это сделать, но Тумстоуна не было кулдауна, в общем-то, по-моему, кулдаун тоже только что откатился, достаточно, такое странное название говорить, кулдаун кулдауна, как-то, совсем странно, Forstaff доделал от Old Devour, медведя, тысяча, тысяча триста пятьдесят, тридцать шестьдесят золота, похоже, будет делать с маэстром, ну, есть у него, его Мидас, сейчас он выжил, на него, вот, заинициировали, он плотный весьма, можно купить ему какой-нибудь, обычный Клоук, чтобы он немного, Magic Resistance, дополнительно, учитывая, что, основной урон, покажется с пылов, вот, понятное дело, БКБ, прибавил немного урон, хаус к найту, плюс еще есть Криты, плюс есть Лайфстиллер, но, тем не менее, инициируют, кидают Станк, кидают Тезер, кидают Спирит, и это тоже очень больно все, не стоит это забывать, ну, и там потом можно сделать Кирасу, от этих Райт Кликеров, само собой, есть здесь, изолятор, уже Трикси, Трикси вообще игнорирует все, что происходит, он здесь, ходит по лесам, ест, огру всяких, медведей, вот, все у него прекрасно, потом придет, начнет всех убивать, я думаю, вполне доволен, как игра идет, ему дали пространство, немного пофармит, как видно по Нетворсу, он на втором месте, вот 11 тысяч по Нетворсу, на первом все еще Лода, несмотря на то, что так их зажимали, знаете, тоже особо не ходили, не фармили нигде, из-за того, что пытались как-то друг друга подловить, залез в Эролайфстиллер, похоже, сейчас будет какая-то глобальная драка, летят ракеты, Лода застрял, ставит паузу, в Крипах здесь немножко застрял, ну и как бы, можно поднять его на Иоле, просто-напросто убить, говорят, что Эролагает, все готовы, рэндом спайк, Лода, стамп Крипов, сам бежать, понимал, что в опасном положении он здесь стоял, ну и здесь обходит, не то, что обходит, просто подходит к Тир-2 Тауру, пугает, пускает марши, сфор, ультимейт второго уровня, как я говорил, Лода, ультимейт третьего уровня, сейчас если начнется какая-то драка, будет очень больно, убивает центре ворды, прилетает Тинкер, сразу же убегает куда-то, вкус здесь, что такое прилетело, давайте посмотрим, так я как-то и не знаю, а вот, прилетел кристалл с Лоди, это серьезно, заявка, Лода еще и на байбэк есть, летят ракеты, вот единственное, что я опасаюсь, что как бы, иллюминейты, Дикей, отлично, влетел Лода, однако, БКБ прожал, эра, Лоду кинули в астрал, спасли Лоду, идет кулдаун, с антиклипс надо кидать, пока что, ждет пока БКБ пройдет, но уже убили АД, который так и не использовал свой кулдаун, Лода, бегает, вот он спас, лучше бы он Аеги свой потратил, вместо этого убивает свою команду, но вот он, один такой последний выживший, просто убегает, поджав хвост, у него там и, неплохо все по айтемам, эра его сперва задизейблил, потом кинули его, спасли вроде бы астрал, ну и в это же время убивают, сначала зомби, потом ОД, ну и по одному всех переубивали, просто-напросто, начинают, с Тир-3 пуш, летят на базу, влетают они здесь, пытались убить Лоду, кстати, странные бегать, Этерн Лены, улетают обратно, но здесь, недалеко было им лететь, прогнали вроде бы, но вот Эд Хантер, то есть, ну, потенциал есть, если бы Свену дали время подамажить, если бы как-то по дизейбли, а то, как бы, получилось так, что Свен выбегает, с единственным релайбл дизейбл, натыкается на Хаус Кнайта, ну и как бы, не успел проражать, БКБ попал в стан, и сам свой дизейбл проражать не может, просто потому, что он стоит уже в дизейбле, а до этого у Хаус Кнайта был БКБ, больше ни до кого не дотянулся, то есть, как-то, не успел он сообразить, что надо делать, какие решения принимать, вроде бы и застануть хотелось, а вроде бы и БКБ надо было проражать, и само собой, потом получилось так, что, вся команда умерла, даже Сайнц Эклипс не стали использовать, они идут на второго Рошана, значит он появился, сюда же приходит Эра, ловит стан, Сайнц Эклипс, ну и в этот раз, все сделано нормально, Хаус Кнайта сразу выкупается, знает, что, драться надо, но здесь Лода очень быстро убьет, мне Персталис надо покупать, сейчас уже кусочки доедался, он продал, телепорт свой, что у него там было, топорик вроде бы, берет Аегис, нет, Аегис берет от Валдивауру, который понял, что в прошлом файте он умер, он как-то, даже особой роли не успел сыграть, кроме того, что свой кэрри закинул в Астрал, ультимейтор уже у Ханни, скоро появится Хекс, здесь что летит, давайте смотреть, это просто пока что, телепорт, но есть Гиперстоун у Трикси, отвез он свой Мэджик Вант, ну и Трикси, я думаю, скоро станет вполне устрашающим, он как бы уже достаточно больно бьет, за несколько ударов саппорт съест, купить им можно какого-нибудь башер, но в общем-то, не так ему важно, что у него там будет, начинает появляться Го Септер, первый Го Септер, на Кипровзлайсе, в Веспа есть, инвиз, пять зарядов, вернее, здесь просто пока что брасера, видимо, хотят они быть с обсечками такими, своеобразными для лайфстиллера, как-то не продумали этот момент, вроде бы сами затанковались, а вроде бы и лайфстиллер, больше дамажит, больше отхиливается с них будет, мега форстафы хорошо, конечно, вот он, хочет свой доедался, вот он, потратился, ну и медведя, появился башер, ну так вот, вроде пока что, но вот этот хантер до сих пор есть потенциал, понятное дело, что медведь не расформился, это весьма плохо, пик был неплохой, а у Е много, но очень мало дизейбов и из-за этого страдает, то есть прокнет, не прокнет энтангл, кто как ворвется, то есть сейчас вот сильно решает, кто первые нажмет БКБ, кто кого подловит, подловили первые ноутед хантер, вот они убили хаус кнайт и заставили выкопиться, больше не хотят пока драться, и 5 на 5 здесь, и блайнд, и все остальное вынуждает поражать БКБ, но есть еще и лайфстиллер, то есть сейчас фнатик начнет становиться сильным, как я и говорил, вроде бы мидгейм был достаточно сильным, ноутед хантер, однако просто ставили марш и пушили тавр за тавром фнатики, ну и как я и говорил, с этим совладать просто невозможно было, просто нечем было туда врываться, пока идет марш, вот так вот они все внешне тавра, кроме последнего, потеряли, так, здесь вис, здесь гудит, включил нис, на самом, незаметно на модельке, но сам невидим, вроде бы, но идут на последний тавр, 3х чен, для тавр чаш, он бьет очень быстро, у нее еще и гиперстоун есть, сейчас он купит кирасу, и будет сидеть с саппорта, за два удара, просто напросто, учитывая, что минус 6 армора здесь, еще и кираса, аура минус армора, все очень серьезно, лодовый уничтожил, тирван тауру, очень мало тавров, пока у командного тедхантера, так как так, очень мало они убили, остался тирван еще на меде, какие-то похождения по лесам, по вражеским, расставляют ворды, посмотреть, кто где, следующий рашан еще не скоро, ну и вот так вот опять, все аккуратненько ходят, но все равно, не хотят они столкновений, лоп-лоп, понимают, что пока что все зависит от случая, кто как попадется, кто как прожмет кнопки, в прошлый раз лода не успела прожать БКБ, хаус-кнайт был быстрее, ну и в итоге Стамп поймал лоду вместо хаус-кнайта, иначе бы умер первый хаус-кнайт, и все было по-другому, на речке потом, поменялись местами, но пока что осторожник все, доедал, с лода доделал, еще бы им Магнус в пике, который им пауэр накладывает, ну и лода бы там совсем за два удара всех убивал, с аншу на Тейлэ, на нейтралок фармить, самого денег тысячи, то есть 80 секунд БКБ, фбрайсер, гем, все это осталось у него, гем флая, виск, в МЧН немного арчарж, зарядов не хватает, то есть можно отпиваться потом спокойно, и дальше фармить Ханни, когда Ханни доделает свой хэкс, тогда вот у них появится серьезное преимущество, которым, я думаю, непременно вот они воспользуются, и уже можно будет действительно пушить, с Уханни осталось до хэкса, буквально тысяча золота, это не так долго, это где-то полторы минуты, там если они хорошо подерутся, до Рошану останется всего ничего, минут 2-3, ходит старательно, перезаряжается, здесь отпушивает, вот, купил плейтмейл себе, знает, что очень много минус армора, надо делать кирасу, крытый по 500, с обычных автоатак, если прожмет еще и свой стероид, свой гадстрэнг, будет очень больно, Трикси нашел, отлично развел на стрэнг, то есть, сделал анимацию, мол, кидает он, Штарнхаммер, Трикси прожал рейдж, ну, понятно, что без рейджа сейчас никто никуда не полезет, и, бесплатный тауэр для командного Тедхантер, поражал Штарнхаммер, сразу же отменил анимацию, а Трикси уже прожал рейдж, ну, действительно, на месте Трикси рисковать не стоило, если бы полетел стан, то его бы там весьма быстро убили, включает свой МОМ, побежал, отпушивает дальше, так, ну, здесь что-то происходит, пролетел Висп, Висп на Хейсте, всех напугал, здесь сразу телепорты на бот, Тинкер отпрыгивает уже, Тинкер, пятьсотина осталось, двух эксо, ну, как-то прям совсем аккуратненько, прям, какого-то особого экшена нет, но напряжение присутствует, семь пятьсот уже, почти восемь тысяч, экспириенса, у Рейдентов, ну, здесь по золоту, убили варды здесь друг к другу, так, ну, рецепт на Кирасу есть, две сто надо, купить гиперстон, но я думаю, он вставляет на байбэк, байбэк сейчас будет очень важный, потому что, один-два файта, какой-то тим вайп, и начнут падать в вышке, что есть, давай смотреть, ну, и сейчас уже можно будет лететь, куда-то, на этот, может, Тауэр даже, закупать своих экс, сказать, давай, вот он прыгает, добивает последних крипов, пока фонтан, потом прилетит, в секрет шок, заберет остальные запчасти, и можно будет пробовать, как я говорю, вот он летит, сейчас придет, возьмет, вот это он, мистик став, докупил, ну, все, можно пробовать, заходить, понятное дело, прям в нагло, 5 на 5, идти на хайграунд, это достаточно опрометчиво, но можно и попробовать, как-то по-хитрому это сделать, Рошана хочется, вроде бы, 3 минуты до него осталось, но как-то, и так уже затягивает, посмотрим, может не выдержатся сейчас нервы, кого-то либо подловят, либо, сами пойдут, как бы, не поумирали там, потенциал, вполне есть, но, дает хантера, защититься успешно, как-то они выходят с базы, очень смело ходят здесь, не самый лучший момент для них, это делать, не знаю, прокликали антинкеры, не прокликали, на предмет хекса, это мы уже, все знают, вот он прилетает, сразу же упрыгивает, то есть, прокликать его моментов пособых нет, аккуратно очень прыгает, госептер появился в АСФОР, и это, отличная заявка на кайт, в АСФОР, то есть, если сагрится он на, от Вол Дестроера, пока будет соображать, что там госептер, госептер и на АКЕ, даже на Медведя, то есть, вот так вот, в таком приоритете, то есть, здесь главное, есть колбашер, есть интанглы, больше пока ничего не надо, 1500 денег, давайте, байбеки включать, совсем ничего, осталось с Веном, 170 золота, я думаю, получит он их, так или иначе, ну и 2 минуты, дрошана, важный таймер, ну и как-то прям, я думаю, побыстрее будут игры, что здесь сейчас быстренько, друг другу, переубивают, и на этом дело закончится, пронесут бараки, а нет, такая вот, 40 минута, уже 13-9, прям как китайскую доту смотришь, не то, что прям с Норфест, напряжение присутствует, какие-то стычки происходили, Кираса, у Лода, Лода, хочет воевать, хочет кровью, бежит он, скорее надо кого-то, находит Холст Найта, отличный стан, пошел стан, еще дальше дизейбл, Саня Ти Эклипс, надо добивать, улетает, отлично улетает, сейчас вернется, один вис, весьма добьют, надо идти дальше, хоть кого-то убить, гос септор, сейчас закончится гос септор, просто, отлично, первый интангл, трогает, однако уже, здесь надо убивать весьма, весьма, пробит убить, он убегает, он на хейсте опять, им каждый раз везется, это рун, надо кидать его в астрал, почему не кидает в астрал, я не понял, в туман ушел, от астрала, вообще никого не убили, вышли просто замечательно, попали по Хаус Кнайт, но, на Теус реагировал, просто, молниеносно, отправил спасу на фонтан, выходит тренкет, но здесь же Трикс, как бы не набросится, он набрасывается на, на панду, эра вернулся, тоже злой, что его так, вынудили, ладно, хоть БКБ не потратил, механизм своим хексом, своим юлом, здесь ждал, что кто-нибудь будет проходить, можно было, подцепить, полетел уже на, на ботлейн, сейчас будет спауниться, Рошан, перегруппироваться на одного Тедхантера, пытаться, как подраться, Рошан появляется, Трикси убьет, Кираса есть, изолятор, надо скорее влетать, не знаю, как проверить, здесь можно, перекидывается, до сюда друид, видим 16, только получил, да, действительно, он только 16 получил, прибегает, Медведь смотрит, Рошан побитый, смотрит, что там Трикси ходит, сейчас будет какой-то блед врыв, идут марши, не хотят на марши до сих пор заходить, но как-то пытаются обходить, однако это очень долгое время займет, сейчас Рошан уже добьют, какое-то странное совсем решение, что а мы пойдем по Меду, вот вы там бейте своего Рошана, жуйте сыр, бьют Тауру, здесь само собой фортифай, на Тауру, похоже, что поменяет, сейчас придут, их начнут убивать, выходит Эра, Эра злой, в нем сидит Лайвстиллер, полетает Ханни, дает Хекс, ставится Тумстон, ну и 4 секунды стана, убили Свена сразу же, у Свена, байбэк вроде бы есть, однако трассе не хочется, вроде бы все остальные разлетелись, кто куда, остался здесь один Энви, его убил Тинкер, два их потеряли, ни за что ни про что, то есть они отдали Рошана, взяли Тир 2 и умерли вдвоем, как-то все хуже и хуже складываются дела, но у Дайт Хантера, то есть если до этого у них потенциал был, то теперь все совсем плохо, Свена 8 секунд, БКБ осталось, сейчас пока его нет, надо его разводить на байбэк, чтобы он выкупался, наконец надо идти, реколит всех остальных, надо выкупаться Свена, сейчас он это нажмет уже, бьют Тауэр, похоже, что Тауэр умрет быстрее, чем Свена, выкупается Свена, пока что медлит, таки здесь уже поймали Акимину Суит, но похоже, что сейчас донесут, убивает ОД, выкупается ОД, выкупается Свена, Свена загорелся, пошел убивать, раз-два, даблкил, иллюзия, минусует, надо как-то задизейблить, дизейблить нечем, Свена просто бежит на скорости от Мома, сейчас кажется у него стан, включили однако БКБ, ну и пошли убивать, Трикс поедает людей, вот он съел уже Андаинга, ну и Лода сейчас заковыряет, нет, однако откилется он с Момом, как не усмотрели в момент, убили, Инпестом добили, ОД, который пытался поражать Го Септер, вудгейм, говорит нау Тадхантер, ну и действительно, к чему затягиваете, уж и так тянули сколько можно, 44 минута, не пошел у них в early mid game, Тинкер все помешал, помешал всему, скажем так, своим маршем, они умудрились, запушить тверов 5 где-то, пока не опомнились на Тадхантера, и потом уже, слишком поздно было что-то с этим делать, хорошо, отстаял Лейн Деваврер, то есть, пришлось давить, на него, в ферстблат они забрались, с виспа, все это конечно просто замечательно, но вот дальше пошел вот такой вот, небольшой провал, что, Лода после реконнекта, два раза умер, ну и как-то остановился их, не то, чтобы сноубол, но в целом, повернулась более-менее игра, Энви, стоит свинки, выбивает там, в Тайсхане, а он уже в дисконнекте, то есть, пока не все вылетели, пришел, тригси доел, ну и надо, пить барак вроде бы, ладно, давайте ждать вторую игру сейчас, где-то минут 5-10 перерыва, начнется вторая, вот так. Продолжение следует...